Парни, включаем режим дебила! Кто последний добежит до беседки, тот червяк! Даже нет, тот будет бубликом! Хе-хе-хе! Я не понял, и чё за мной никто не бегает? Бублонавт, а чё ты реально перестал играть в режим дебила? Но это же всегда весело! Да, внезапно пришёл сюда и стал пялиться в это стекло! Совсем как в прошлый раз, когда ты изображал из себя психа и рассказывал, что внутри стекла живёт собака, похожая на тебя! Да не, ща я над вами прикалываться не буду! Достало всё! Вы слышали, что он сказал? Что тот, кто последний добежит, тот бублик! Как будто бублик это ругательство! Да, бандит реально в последнее время стал каким-то злым! Со мной вчера даже подраться хотел! Брателла, вообще-то это ты его на дуэль вызвал, а злобно шутил он на тобой из-за того, что ты соврал! А ещё папася очень редко стал называть меня бубликом ютубликом и бублонавтиком! Я у него всегда рыжая сопля! Но ты тоже в долгу не остаёшься! Мы по твоему примеру очень часто называем его пенсией и старикашкой! Эу, вы чё там застряли? Идите сюда, рыжая сопля и лопаухи и гномики! Вот, а он нас в отмеску всегда обзывает лопаухими гномиками! Короче, я считаю, что папася надо проучить! Надо нам всем вместе создать какого-нибудь огромного монстра, чтобы тот пришёл, напугал бандита и заставил его относиться к нам по-собачьи! Поддерживаю! И чтобы это чудовище заставило его называть нас полными именами и титулами! Да, меня Великий Принц Кександр 14, Брателлу, Великий Король, Корк 3 и Бублика, мистер Бубл! Остаётся лишь решить, что мы за монстра создадим! Причём надо сделать такого, чтобы он нас не сожрал! Надо кого-нибудь огромного, чтобы бандит точно испугался! Эу, вы чё там застряли? Нашли вонючую косточку и грызёте её без меня? А ну идите сюда, лошара, я с вами ещё не доиграл! Блин, каким же он стал противным! Давайте сделаем кого-нибудь в виде Годзиллы! Годзиллы? Это идея! Пару лет назад крутые детки, те, которые сейчас один из ТА, обращались к нам за помощью в создании шин Годзиллы! Им надо было справиться с огромным мегасоником Икзе! Может вы нам как-нибудь поможете? Нам это, Годзиллу создать нужно! Вы придурочные? Как мы Годзиллу вам достанем? Мы вам чё, поставщики Годзилл? Нам её даже сделать не из чего! Не, мы конечно можем Коржака накормить и он станет большим! Как Годзилла! Хе-хе-хе! Не надо меня откармливать! Лучше сами кого-нибудь из ваших в Годзиллу превратите! Отлично! Скорее отдавай дошек к нашей Годзилле! Ну всё, Ева, не подведи! Ева, не подведи! Супер! Значит план такой! Возвращаемся домой и потихоньку наколдуем огромную гонзиллу с помощью нашей магии! Я не понял, а что вы тут делаете? Небось заговор против меня задумали? Что ты, что ты бандюганчик, даже в мыслях не было! Мы там просто стояли и на стекло пялились! Да уж, короче понятно, что у вас вместо мозгов хлебушек! Это очевидно, вы же хлебобулочные изделия! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Итак, создавая монстра, помните о характеристиках, про которые мы говорили! Да ладно тебе, бублонавт, все сделаем в лучшем виде! Да не переживай, мы же профи! Итак, Коргис Моргис! Хозямба Масямба! Супер Годзиллу Создавамба! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Вот же Хаськина мать! Кекс, ты что сделал? Ты заклинания прервал своим кашлем! Да мне что там в горло попало! Да вроде Брателло успел его завершить! Он вообще ошибся! Не Создавамба, а Создавомбис должен был сказать! Вы что, не понимаете, что произошло? Магический Корги воспользовался Хасячьей Магией! Блин, точно! И что же теперь будет? Я не специально! Я думал, я все правильно говорю! Парни, идите сюда! Тут по телевизору какую-то фигню говорят! Сегодня в нашем городе обнаружено чудовищное огромное существо! Оно очень похоже на Годзиллу, но с головой Хаски! Монстр имеет необычную яркую окраску и уже разрушил несколько зданий своим хвостом! Куда оно направляется, неизвестно! В социальных сетях ему уже дали название Хаски Зилла! Чего? Хаски Зилла? Кто-нибудь знает, что это за монстр? Я о нем впервые слышу! Ааа, ну, я вообще не в курсе, откуда оно взялось! Ничего себе, собачка! Но мы к этому не имеем никакого отношения! Да, сто процентов! Это не мы! И мы не знаем, откуда взялся этот Хаски Зилла! Чего-то вы как-то неуверенно и странно отвечаете! И глазки у вас подозрительно бегают! Бандит! Выходи, подлый трус! Я пришел за тобой! Чего? Неужели это чудовище приперлось к нам? Офигеть! Какое оно здоровое! Капец! К такому меня жизнь не готовила! Ааа, тут нет никакого бандида, уважаемый Хаски Зилла! Я знаю, что он там! Вон он прячется! Я не прячусь, и я готов с тобой сразиться! Только сначала скажи, почему ты ищешь именно меня? Потому что хочу научить тебя хорошим манерам! Ты должен перестать обидно обзываться на моих создателей! Ты должен называть их только по именам и титулам! Ничего не пойму! Каких еще создателей? Ты вообще о ком говоришь? Да, это, слышь, мы тут вообще не понимаем, о чем ты говоришь! Так что давай, топай обратно! Создатель? Но почему вы прогоняете меня? Я же не выполнил свою миссию по воспитанию бандита! Ой, бандит, не слушай его! Это, наверное, какое-то сумасшедшее чудовище! Бублика своим создателем считает! Ага, она, наверное, сбежала из психушки для монстров! О, тут и два моих остальных создателя! Приветствую вас! Ах, значит, из психушки! Ах, значит, вас надо по именам и отчествам называть, да? Ну окей! Хасямба, масямба, чудовище Бублика, Коржика и Кекса, развинчамба! А теперь, рыжая сопля и волосатые сосиски, у меня с вами будет очень серьезный разговор! Старший человек, выключи камеру! А ну идите сюда, вонючки! Борис, 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 борис! Борис, борис! Борис! Сейчас пойдем на улицу, сейчас я погуляю! Сейчас пойдем на улицу, сейчас я погуляю! Вот хасята, любуйтесь! Ваш любимый Бублик Ютублик ежедневно становится совершенно придурочным, когда мы собираемся пойти гулять! Ага, он начинает вращаться как Юла! Я думаю, что у него в Побе есть секретный моторчик, который включается, когда Бублик идет гулять! Ничего я не Юла, ничего я не кружусь! И вообще, я спокойно жду, когда мы пойдем гулять! Сижу тихенько и ровно на Попе, в которой, между прочим, нет никакого моторчика! Сейчас пойдем на улицу, сейчас я погуляю! То есть ты сейчас не кружишься как дебил? Неа, сижу спокойненько! Мы, по-твоему, наелись алкогольных козюлек и нам сейчас все это кажется? Мы вообще-то не употребляем алкогольные козюльки, и это мы видим каждый день! Ага, каждый раз приходим посмотреть на это представление, как Бублик кружится перед прогулкой! Да не кружусь я, я вообще не умею кружиться! А что ты сейчас делаешь? Как что? Сижу ровно, как и подобает воспитанному псу! Сейчас пойдем на улицу, сейчас я погуляю! Ага, и ты хочешь сказать, что ты каждый раз и свою дуанскую песенку не поешь? Песенку пою, но не кружусь! Я не знаю, что вам там каждый раз мерещится! Все, брателло, вызываем хосячью психушку! Бублику туда давно пора! Он не адекват! Говорит, что не делает того, что все видят! Это вас надо в коржачью психушку отправить! Вам уже мерещится того, чего нет! Хосята, напишите в комментах, что я не кружусь! А вот ты, мальчик с планшетом, если напишешь, что я кружусь, тебе капец! Хе-хе-хе-хе, ушли вроде! Каждый день такое! Может, он сильно в туалет так всегда хочет, что скачет как сумасшедший? Да нет, хаски, когда хотят в туалет, подходят к человекам и начинают гавкать и выть! А тут бубленцы на запланированную прогулку всегда так выходят! Ну че, мистер вентилятор, как погуляли? Я не понял, это ты сейчас кому? Ну как кому? Тебе! Мы решили тебя называть не мистер Бубл, а мистер вентилятор! Потому что ты вращаешься перед прогулкой! Ах, вы лопухие гномики! Вы меня опять решили потроллить! Забыли, как я в прошлый раз превратил кексов в кота-банана! Рыжая сопля, никто тебя не троллит! Просто ты реально очень смешной и мило скачешь! Я грозный рыжий волк, а вы тут меня выставляете каким-то щенком, прыгающим от радости! Но ты же и есть жизнерадостный пёс! Очень милый и смешной! Вон, смотри, как тебя цыпочки любят! Гладят даже чаще, чем нас и бандита! Это не потому что я милый и смешной, а потому что я мачо! Все цыпочки любят брутальных мужиков! Не, это бесполезно! Если сынулик что-то вбил себе в свою хосячую башку, этого уже не убрать! Пусть считает, что он мачо и что он не скачет, когда идёт гулять! Это как с историей о живом одеяле! А что, вы хотите сказать, что живого одеяла не существует? Вы же сами с ним сексилён миллионов раз сражались у старшего человека и у человечихи на кровати! Ну блин, Бублик, не начинай! Мы тебе подыгрывали! Мы прекрасно знали, что сражаемся с рукой старшего человека под одеялом! Да, какие-то не сражения были, а обычные игры! Папася, ты тоже считаешь, что живое одеяло это рука старшего человека? Бублик Ютублик, ты моё мнение знаешь! Все мы играемся с одеялом, но знаем, что им управляют человеки! Всё, я на вас обиделся! Не, ну это ж надо! Папе у меня моторчик! А ещё они не считают меня мачо и говорят, что живого одеяла не существует! Ну ничего, вот сейчас как придумаю какую-нибудь месть! Так, 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 чего же они боятся? Чудовищ точно нет! А, понял! Все мы боимся мокрой тряпки человечки! Надо её оживить! Хасямба-масямба, мокрую тряпку оживлямба! Ха! У нас в эфире снова вечернее нападение на пенсионеров! Мы теперь трэш-тридгеры и будем показывать, как мы обижаем старичков! Блин, Кекс, за это нас Ютуб забанит! Давай просто, как обычно, поиграемся в вечерние кусалки! Старичков нельзя обижать! Если я увижу, что вы нападаете на пенсионеров, я вам ухи пооткусываю, понятно? Понятно, что ты ничего не понял! Я вообще-то про тебя говорю! Хи-хи-хи-хи-хи! Ах, даже так? Ну всё, вам капец! Стоп! А вы сейчас ничего не слышали? Какое-то хрюканье из ванной! Ну, может, туда незаметно бублик проник и теперь нас пугает? Бублик вообще-то пёс, а не хрюшка! И я никакого хрюканья не слышу! Давайте продолжать играть в кусалки! Вот вы и попались! Наконец-то вы ответите за всё! О-о-о-о! Серьёзный разговор! Ой-ой! Куда вы меня тащите-идите-идите? Что вы себе позволяете идти? Я кролевская особа, а не тряпочка на верёвочке! Спасите, собаки добрые! Под кролевским корги издеваются и заставляют его какать на улице в мороз! Срочно звоните в крыжачью полицию! Так, парни, я должен списаться за брателлу! Человеки не должны так с нами обращаться! Предлагаю объявить день непослушания! Спасибо, ваше высочество! Мне это реально достало! Ура! День непослушания! Все кусаем кекса! А Тед, наверное, кекс имел в виду другое! Вот именно! Я предлагаю сегодня нарушить все запреты человека-деда! Раз он нас вытащил в такую темень на мороз! Ну, его первый запрет, это не бегать по площадке в режиме дебила! А то, видите ли, у него от нас голова кружится! Чего? Он нам что, реально запретил режим дебила? Да-да, вроде именно так и сказал! Вы что, не слышали? Капец, это вопиющееся негодяйство! А что мы делаем, если нам запрещают режим дебила? Мы включаем режим дебила! Побежали! Тихо! Режим дебила! Кекс, слезай! Человек-дед запретил нам зимой бегать по лестницам-котестницам! Потому что скользко и мы можем навернуться! А у нас сегодня отмена всех запретов! Если я хочу бегать по лестницам-котестницам, то я буду по ним бегать! Правильно, брателло! Покажем этому человеку-деду, что больше мы его слушаться не будем! Ха! Человек-дед видел? У нас сегодня день непослушания! Кажется, ему пофиг на вас, он к нам спиной повернулся! И пока он не видит, я укушу хвостатую-сардельку! Хе-хе-хе-хе-хе! А теперь тебе противное! Ну все, тебе капец! Сейчас на тебя нападет огромный черный лис! О, там какая-то собака идет! Давайте покажем человеку-деду, какие мы у него невоспитаны и начнем гавкать и выть! Отличная идея, рыжая сопля! Хе-хе-хе-хе-хе! 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 О, а я полезу на лестницу-копецницу, по которой нам вообще запрещают ходить! И даже завернули ее в кулечек! От моей гордой поступки, никакие кулечки тебя не спасут, человек-дед! Ха-хе-хе-хе-хе-хе! Братела, это очень смелый поступок, ты красавчик! Да, молодец, слабухий гномик, хвалю! А сейчас, а сейчас, а сейчас мы снова включаем режим дебила! Ура! Режим дебила! Вы почему меня не слушались? Вы наказаны! Идите в угол! Капец, это вопиющееся негодяйство! Самых крутых псов во вселенной поставили в угол! Как так можно обращаться с милыми собачками? Бедные мы, бедные! Нас поставили в угол, и теперь мы тут стоим! Это жутко и несправедливо! Капец, королевских псов ставить в угол нельзя! Туда можно ставить только хаски, а не нас! Вот именно! Человек-дед, ты бесчердечная камнеешка! Что это такое? Несчастных собачек поставили в угол! Кстати, Кекс, нас тоже нельзя ставить в угол, потому что мы ранимые! Где-то видано, чтобы в угол ставили зашалости! Мы же маленькие щеночки, и нас нельзя так строго наказывать! Ладно, парни, завязываем! На человека-деда это, походу, не действует! Да и с маленькими щеночками ты, бублинцы, переборщил! Маленький щеночек, ага! Размером с огромного рыжего волка! Хи-хи-хи! Ничего не знаю! Я маленький щеночек, и сейчас буду грызть веточку! Ты что, с ума сошел? Это моя веточка! Найди другую, грызи ее! Нет, она моя! Если будешь мне отбирать ее, то я пожалуюсь человеку-деду, и он снова поставит тебя в угол! Рыжая сопля реально становится маленьким щеночком, когда речь заходит о веточках! Ну вот, а теперь, бублин, нашел себе огромный дрын! Сам ты дрын! Эта веточка, просто ту маленькую я уже сожрал! Слушай, мистер Бугл, у меня к тебе такое дело! Ты бы и не мог мне эту большую веточку отдать! Отстань, это моя веточка! Но она же большая! Давай ты с одной стороны грызть ее будешь, а я с другой! А ну отстань, лопухи-гномик! Я первый нашел эту веточку! Дурдом, давайте еще поделитесь из-за этой палки! Пенсия, я тебе тысячу раз говорил, не называть мои веточки палками! А я вот всегда называю твои палки веточками! Ну так что, можно я ее тоже погрызу? Я тебе погрызу! Я тебе погрызу! Я тебя сейчас сам загрызу! Капец ты жадина-говядина! Короче, все, теперь это моя веточка! Ах ты мелкая ушастая какашка! А ну отдай веточку! Это моя веточка! Дулечки, перх дулечки! Была ваша стала наша! Ой-ой-ой, она что-то какая-то тяжелая и мне голову выворачивает! Не, ну ты посмотри на этого лопоухого гномика! Он совсем наглость потерял! Бубленца, я тебе помогу! Все, я его держу! Скорей забирай веточку! Ахаха, я же говорил, это моя веточка! Двое на одного! Это не честно! Я на вас суд подам! А ну отдай веточку! Какой суд? Это ты у меня отобрал мою собственность! Так что это тебя будут судить? Нет, на самом деле будут судить бандита! А меня за что? А потому что ты бандит! А бандитов всегда судят! Хе-хе-хе-хе-хе! Святые оладушки! Столько страсти за какой-то палки! Парни, вы реально дебилы! И вам нужна психушку! Ага, сказал пес, который буквально 5 минут назад радостно бегал по площадке в режиме дебила! Хе-хе-хе-хе! Субтитры сделал DimaTorzok